Восточный берег Итак, давайте... Ох, ничего себе! Бойцы из команды Восточный берег смогли уже взять один фраг Отличный поворот. Бойцы очень сильные, у них прекрасные доспехи, очень хороший код арм, который, в принципе, скрывает все щели на доспехах То есть щели между плечами, локтевыми сгибами Поэтому будем надеяться, да я не знаю, будем желать победы этим ребятам На самом деле, мне кажется, люди, которые к нам прилетели, бойцы, которые к нам прилетели из Австралии По цене билетов заплатили ровно столько же, сколько ребята, прилетевшие из Дальнего Востока Итак, пока что счет 5-4 в пользу бойцов команды Восточный берег Мы вновь видим очень много разбитых пар Ну, как много? 4 пары И одного бойца команды Восточный берег, который пытается помогать своим друзьям, своим товарищам Но пока что у него не очень хорошо получается, потому что новых фрагов со стороны команды Восточный берег я не наблюдаю Будем надеяться, что они будут появляться Но, возможно, те наши уважаемые зрители, которые поддерживают команду Боярд, не хотят этого И поддерживают своих бойцов Так давайте же сделаем это максимально ярко, максимально красочно Для того, чтобы ребята услышали вас даже сквозь огромное расстояние И вот боец из Боярда предпринимает попытку Он бросает своего противника и пытается перебежать на другой край листалища Но и не удается ему это сделать, потому что боец из Восточного берега перехватывает его вовремя И счет становится 4-3 Происходит размен в углу в Дальнем Все бойцы здесь вооружены фальчионами Хотя нет, один из бойцов команды Восточный берег вооружен прямым клинком Так называемым рыцарским Он более легкий При этом позволяет наносить гораздо больше ударов четких акцентированных Но вес этого клинка гораздо меньше У большинства бойцов так называемые ударные торчи Которые выглядят как капли Имеют форму такую овальную Называем мы это торч Но некоторые бойцы также вооружены маленькими ударными щитами Которые называются баклер Я нашел нам ноутбук Нашел нам ноутбук Сейчас мы включим здесь комментарии ваши И снова вернемся к вам И в формате какого-то живого общения будем продолжать отвечать на ваши коварные вопросы Друзья, сочиняйте вопросы Присылайте их, пожалуйста, к нам в чат Мы очень рады, что вы нас смотрите Спасибо вам огромное Надеемся на вашу поддержку и в дальнейшем Ждем, ждем ваши комментарии в личку Мы видим голову Марии Головиной Марины Головиной Я в очередной раз рискую нарваться на звездюли Мариночка, прости меня Итак, Марина Головина, которая представляет команду Катюша, является неоднократной чемпионкой мира Совсем недавно Она выходила на профессиональный поединок 1 на 1 На двуручных топорах, друзья Это происходило все на чемпионате битва на Неве И завтра в составе команды Катюша, опять же Она будет сражаться в подгруппе Б За звание чемпионки Кубка Динамо Мы слышим, как наш замечательный друг Василий Гурков Просто разрывается от комментариев У нас пока что все не так ярко Не все так красочно в нашем ресталище Ребята связались, объединились и сплотились в одно целое На самом деле, если бы вы были рядом с ресталищем И смогли бы это наблюдать воочию Вы бы совсем другой эффект получили от просмотра этого Вы увидели бы, насколько Вот как, не знаю Как сильно стараются бойцы То есть они выглядят уставшими Но несмотря на это Поймите их правильно На них очень тяжелые доспехи Представляете, всю эту махину ворочать Плюс еще отбиваться, как вот сейчас нам показывают От нескольких противников Но это достойно похвалы Может быть это и не очень зрелищно по интернет-трансляции Но вживую слышно их вот это кряхтение Их надрывные вот эти вот удары Как, с какой силой попадает в конце концов в шлем топор Но это очень круто Это намного динамичнее, чем так Поэтому, если где-то у вас рядом что-то когда-нибудь будет проходить Постарайтесь Я вижу в комментариях есть люди, которые поддерживают Команду Восточный берег Клуб Гарнизон Итак, друзья, второй раунд Поехали! Итак, две команды Восточный берег Это красно-зеленые наладники И Боярд Это белые наладники С красными львами Боярд не спешат идти в атаку Восточный берег их поддерживает В этом немножко отступают Боярд пока что Немножко прогнул Левый фланг От вершины мы видим стоит в правом углу С правой стороны своего фланга Так будет правильнее сказать По центру, если я не ошибаюсь Боюсь, щупиться не буду называть фамилии Бойца Где-то за спинами бойцов ходят боги войны Сергей Витальевич Уколов Дает ценные советы и указания И размена Размена Тебе нужно было заказать доспех Бой продолжается 4 в 4 Можно сказать, что с другого конца света И ждать Пока что боярдовцы показывают более интересную тактику Они окружили парней из Восточного берега И пытается пока что И та, и та команда двое на одного Разделившись Повалеть своих противников Ни у кого это не удалось Снова все разбились на пары Одна пара зажалась в углу Стоит И боец из Боярда пытается гнуть Давить своего противника Зацепил ему ногу Но держится правой ударной рукой за аресталище И вот боец из команды Боярд 2 Одерживает победу своим противником Валит его на землю Валит его на землю И таким образом преимущество у команды Боярд 2 Бой продолжается 4 в 3 Если у команды Боярд Хватит сейчас силы Они смогут вывести этот раунд То мы будем наслаждаться третьим боем Между этими двумя командами А у нас здесь все очень интересно, Артем Ты зря убегаешь Очень интересно Боярдовцы собрались силами И начинают Собственно побеждать Молодцы Боец из Восточного берега Фактически насел На свято Пытается его задавить Но Свят смог вылезти Ситуация пока что не меняется Единственное, что изменилось Это Компиляция бойцов в углу Боец из Восточного берега Смог выбраться И на данный момент пытается головой Таранить своего оппонента Забивать в угол Шлемом Но не знаю Насколько это эффективно У нас есть интересный вопрос Почему боец из Конго Выступал за поляков Ну вот на него очень легко И просто ответить Это называется легионеры Когда команда Немножко не хватает ей бойцов Для того, чтобы участвовать В соревнованиях Ей просто кого-то выделяют Или кого-то находят сами И он просто участвует за них В итоге получается, что он бьется Как легионер в составе какой-то команды Но сейчас стоит объяснить Небольшую вот эту остановку боя Бой продолжался 4 в 2 То есть явно